МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крайние меры. Спор между родственниками закончился убийством. Большие гости. Ангарский гарнизон посетил советник главнокомандующего внутренними войсками МВД России. Есть способ сэкономить. Во сколько обойдут сангарчанам букеты к 1 сентября? Я приветствую всех зрителей телеканала АКТИС, студии Елены Мильвитт. И сразу перейдем к главной теме дня. Сегодня ночью в Ангарске сгорело два автомобиля. Обе машины принадлежали известной службе такси. С разницей в час вспыхнули Тойота Виста в 6-м микрорайоне и Ниссан в 95-м квартале. Кроме того, пострадала иномарка, которая была припаркована рядом с Вистой. Предположительная причина пожара поджог. Повреждено что в одной, что во втором автомобиле передний моторный отсек и задняя часть. То есть свидетельствует о том, что были какие-то горючие материалы, облиты машина и в результате чего поджог произошел. По данным отдела ОНД уже пострадало около шести машин этой службы такси. Почти все восстановлению не подлежат. Самой фирме даже обещали премию тому, кто найдет злоумышленников. Однако, несмотря на поджоги, таксисты продолжают оставлять на ночь машины во дворах. Накануне на улице космонавтов столкнулись сразу три машины. Один из грузовиков с левым поворотом стоял посередине дороги и пропускал встречный автомобиль. Внезапно сзади в него влетела иномарка. Произошел удар, от которого грузовики столкнулись, да и сам таран получил серьезные повреждения. К счастью, в аварии никто не пострадал. Однако, разбитые машины полностью перегородили движение на этом участке дороги. Страховые выплаты получат собственники грузовых автомобилей. Вот лихач, не соблюдавший дистанцию, не только заплатит штраф доход государства, но и будет ремонтировать машину за свой счет. Убил родственника и выкинул тело. Очередная семейная ссора в Ангарске вновь завершилась убийством. Отношения с помощью ножей выясняли тесть и зять. Подробнее в следующем материале. Убийство произошло на днях в 15 микрорайоне. Как выяснили сотрудники следственного комитета, подвыпивший зять приехал в гости к своему тестю. Мужчины спорили на тему продажи жилья, однако консенсусу так и не пришли. Ускупили ситуацию взаимные замечания собеседников. Как позже подозреваемый признает оперативником, 35-летний зять решил пригрозить ему ножом. Однако, неожиданно, сам получил ранение. От полученных ран зять скончался на месте, а 57-летний убийца с горя напился и решил избавиться от тела. Он понадеялся, что ранним субботним утром обойдется без свидетелей. Однако, в полицию поступило несколько звонков. Одни сообщили о следах крови в подъезде. Другие увидели, как мужчина положил труп в машину и уехал в неизвестном направлении. На кадрах предварительной проверки показаний подозреваемый расскажет, что убитого зятя он выкинул возле онкологии. Один из жителей увидел, как мужчина пытался избавиться от тела и позвонил в полицию. В городе был введен план перехват. Для розыска иномарки задействовали свыше 20 экипажей, оперативных сотрудников, патрульно-постовой службы, неведомственной охраны и ГИБДД. Подозреваемый был найден спустя два часа в промзоне. К тому времени он успел попасть в ДТП. Сейчас он находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело. Елена Мильвитт, Владимир Селиванов, Местное время. Сверим часы. Башенные куранты на площади Ленина снова показывают точное время. Для ремонта часов долго не могли найти мастера, поскольку подобная конструкция знакома немногим. Мы нашли замечательного мастера, которому мы очень благодарны. Это Эдуард Викторович Сюсин. Он смог найти неисправность, изучить всю схему работы часов и устранить эту неисправность. Там была механическая неисправность, лопнула пружина, которую пришлось загнуть, подтянуть и часы пошли. Сам мастер, человек скромный и публично хвалиться своими заслугами не привык. Наш город посетил советник главнокомандующего внутренними войсками МВД России по работе с ветеранами Петр Ровенский. В рамках своей поездки генерал-лейтенант посетил городские достопримечательности, встретился с местным советом ветеранов и побывал в воинских частях Ангарска. Подробности далее. Петр Ровенский в последний раз был в Ангарске 11 лет назад. Многие места посетить не успел. В этот раз, правда, крайне мобильно, но большинство достопримечательностей посмотрел. Что на меня еще произвело впечатление в городе, что бывший кинотеатр советских времен, он разные перенес вещи этот кинотеатр, в конце концов сделали дворцом ветеранов. Это вообще поступок руководителей города очень положительный для других, использовать правильно вот кинотеатры. Еще музей Победы тоже входит в систему просвещения, руководителей системы образования и великолепный музей. Я подобных музеев не видел. После посещения городских объектов генерал-лейтенант отправился в бывший госпиталь 63-го оперативного полка. Обстановка, признается, поменялась в лучшую сторону. Появилось много хорошей техники, молодых и активных военнослужащих. А дисциплина здесь всегда была на высшем уровне. Родная мать, сынов своих встречай, Испри Байкалья мчаться эшелоным! Родная мать, сынов своих встречай, Испри Байкалья мчаться эшелоным! Вместе с Ровенским в Ангарск приехал председатель Совета ветеранов войск правопорядка СФО Геннадий Воложанин. За круглым столом они встретились с ветеранами МВД, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Вручили им медали за содействие. Гости поблагодарили местный совет за слаженную работу и отметили активность нашей ветеранской организации. И здесь, на Иркутской земле, налажена работа, совместная работа с этой ветеранской организацией, куда мы как основная часть входим. Поэтому я имел такую смелость, уверенность, с высокой трибуны МВД поблагодарить всех председателей Совета ветеранов по работе. На встрече обсудили вопросы организации и проведения военно-патриотических мероприятий, воспитания молодого поколения и меры по решению проблем. У нас все меньше и меньше становится участников Великой Отечественной войны. На сегодня я посмотрела по списку, у нас даже с приравными остается 300 где-то человек всего-навсего, а настоящих участников войны где-то 150 человек. Зоя Бушуева отметила, что ангарские ветераны по возможности посещают все значимые события города. Присягу, вручение паспортов, мероприятия, приуроченные к датам локальных войн и другие важные события. Главным пожеланием активным ветеранам от столичных гостей было таким. Долголетие и побольше активистов, благодаря которым во многом и существуют эти организации. Российский наш солдат не победил! И пусть об этом вся планета знает! Владислав Филиппов, Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Через несколько дней для миллионов ребят начнется новый учебный год. Большинство школьников придет на линейку с букетами для любимых учителей. Какие цветы выбрать и сколько должен стоить праздничный букет, расскажет Наталья Зарубина. На уличных рынках в этом году выбор небогатый. Традиционные георгины, астри и гладиолусы. Лилий почти не видно. Возможно, виной всему засушливое лето, из-за которого период активного цветения садовых растений пришелся на начало августа. Но и цены, в общем-то, не кусаются. Неплохой сборный букет обойдется примерно в 300 рублей. Конечно, сейчас на 1 сентября будет немножечко подороже. Ну, может, 150-200-250. Смотря от колоса, смотря в зависимости от колоса. Колос от 5-10 и повыше. Может, по 30 рублей будет. Я не знаю, что распустится еще там. Букеты из цветочных салонов привлекают разнообразием красок и обилием декоративной фурнитуры. Стоимость готовой композиции будет зависеть от выбранных цветов. Розы обойдутся в 100-150 рублей за штуку, хризантемы от 120, ветка лилий – 350. Профессиональный флорист выберет наиболее удачное сочетание цветов и подберет праздничную фурнитуру. В среднем на букеты для любимых учителей ангарчане потратят от 500 до 1500 рублей. Есть и те, кто ограничится одним цветком. Для первоклассников и вообще для ребятишек начальной школы, конечно, букеты всегда более нарядные, с добавлением какой-то интересной фурнитуры. А старшие дети уже где-то даже стесняются ходить с большими букетами и предпочитают взять одну розочку в оформлении или три розочки. Ну, то есть, как правило, это уже желание ребенка, а не желание родителей как-то отметить этот праздник именно букетом. Хорошей альтернативой букета может быть горшечное растение. Простоит такой цветок на подоконнике не один год и порадует учителя ничуть не меньше. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин, Местное время. День кино отметили во Дворце культуры энергетик. Узнать побольше, синематографии пришли дети, их родители и воспитанники первого интерната. С ребятами провели познавательную викторину и показали мультфим. Цель этого мероприятия – это все-таки пропаганда нашего российского кино, потому что наши мультики и наши фильмы нисколько не хуже, чем иностранные. И рассказать и показать ребятам, что надо все-таки смотреть наши отечественные фильмы и мультфильмы. Ну, а после просмотра детей порадовали сладостями. В понедельник, 31 августа, в России будет отмечаться День ветеринарного работника. Сотрудники ангарской станции по борьбе с болезнями животных решили в этот день поработать побольше. В связи с этим днем, так же, как и дню работника сельскохозяйства 5 октября, в ветеринарной станции проводится комплекс бесплатных для клиентов услуг, таких как постановка диагноза, первичный осмотр, постановка диагноза, косметические процедуры, удаление колтунов, стрижка когтей. Бесплатными в этот день будут кастрации котов, а также консультации по уходу и кормлению домашних питомцев. Всех желающих ждут с 8 до 16 часов по адресу поселок Майск, улица Комсомольская, дом 2А. Необычные соревнования по танцам проходили накануне в пойме реки Китой. Хореографические номера исполняли люди вместе со своими собаками. Турнир по фристайлу, так назвали его организаторы, проводится в Иркутской области впервые. Участники самостоятельно выбирали музыку, придумывали движения и готовили костюмы. Единственное, что ребята путают спортивный танец со фристайлом. Фристайл это все-таки танец, конкретно с собакой, то есть человек должен быть костюмирован под музыку, то есть танец должен соответствовать той музыке, которая звучит у нас. Ну вообще для меня это просто приятное времяпрепровождение с собакой, возможность улучшить отношение между нами. Ну и просто вот допустим в Иркутской области этот вид спорта не очень развит. На соревнования мы пришли в основном для того, чтобы показать, чтобы этот спорт развивался у нас в области, чтобы показать, каких результатов можно достигнуть. За участие в танцевальном батле наградили самых ярких исполнителей. Соревнования на этом не закончились. Владельцы собак продемонстрировали навыки своих питомцев в общем курсе дрессировки и защитно-караульной службе. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Хороших вам выходных!